Всем привет! С вами снова держатель микрофона Максим Исаенко. В эту дождливую уральскую погоду я на заключительном туре Лиги Полевского Дворового Минифутбола. Сегодня мы узнаем, кто станет победителем этого турнира. Субтитры делал DimaTorzok Одна же вперед, мы победим! Субтитры делал DimaTorzok Кирилл Потапов, игрок команды Крепокс Косуброд. В последнем матче крупно выиграли и стали чемпионами. Вам нужно было очень круто победить. Как настраивались на эту игру? Ну, поначалу мы не знали, что нам на такую игру надо было забить. Потом уже во время перерыва нам сказали, что там правила какие-то изменились. Вот пришлось настраивать с пятого полевого включать. 12-0, по-моему, да, крупного? 11 вроде. Ну, какая разница. Главное, что выиграли. Ну, мотивировало, что надо крупного победить? Да, мотивировало. Вон, сразу же. Разыгрывали мяч они и сразу же мы в атаку к ним ничего не давали делать. Стали победителями. Какие эмоции? Так положительные, только положительные. В принципе, готовились к этому турниру и хотели это первое место занять. Так как скоро день рождения нашей команды. 5 лет исполняется 1 октября. Вот, нам было сделать подарок. Ребята из команды Столбы заняли четвертое место. Довольны или недовольны? Нет. Нет, конечно, недовольны. Надо больше. Второе, первое место надо было занимать. Чего не хватило? Инкового духа и пасов. Благодаря вам все решалось в заключительном матче, в заключительном туре, потому что вы очки отобрали и у Майами, и у Крепости, которая стала чемпионом. Да. Это у нас Игнать была. Ну, должны были побеждать, да? Да. Конечно, надо было. Были моменты, чтобы забить Крепости гол, не получилось. Ну ладно. К успеху шли, да? Да. Теперь картопку копать пойдем. Президент Федерации футбола Полевского Иван Маряхин, Иван Андреевич, до последнего тура была интрига. Удался турнир в этом году? Прекрасный турнир. Здорово, что мы когда-то все вместе придумали, начали проводить, и вот уже в очередной, в 105-й раз, на так его назовем, этот турнир проведет. Очень приятно, что в этом году мы все-таки пошли на это, что объединили две зоны, два дивизиона севера и юга в один прекрасный турнир. Команды сыграли круг, набрали очки. Очень интересно было, что у нас по сумме набранных очков у двух команд было равенство, но забитые мячи решили чемпионский исход. И поэтому команду «Крепость» хочется поздравить, команду «Майами» один не унывать. Но и «Ломановская» тимп стали впервые бронзовыми пизерами данного турнира. Хочется поблагодарить все-таки болельщиков и команду «Торнадо». Их болельщикам внесли, наоборот, некую изюминку, которая наш турнир освещала. Были прекрасные моменты, у них хорошие матчи, болельщики приходили на каждую игру. Удался праздник футбола, немножко вот в последний день погода нас подвела. Ну и ничего, три прекрасных выходных на спорте. Развиваем спорт, развиваем футбол, мини-футбол. И всего только самого наилучшего. Живем в нашем прекрасном городе, развиваем здоровый образ жизни. Ну и надеюсь, не в последний раз проведем данный турнир. Ну и не забываем подписываться на канал, держать на микрофон. Так, Иван Андреевич? Да, пока!